Здарова всем, ребята, Океан Туха на проводе, и прямо сегодня покажу настоящую CSGO Mobile на ваш телефон, которая есть в Play Маркете, да! Это нечто нереальное, ребята, таких крутых видео у меня давно не было на канале, потому что, прямо сейчас, ребята, все прожали по лайку, обязательно подпишись на мой канал и напиши любые хорошие комментарии. Ну что же, а мы приступаем к видео. Что? Братик, напишу! И чтоб тебе было интересно смотреть это видео, я тебе хотел подарить этот ножичек в виде промика, и чтобы его получить, надо очень внимательно смотреть это видео без перемоток, потому что на протяжении всего видео я запрятал буквы, и если все эти буквы вы соберете в кучу, то у вас выйдет промик на этот ножичек, поэтому, ребята, вам всем приятного просмотра, а мы приступаем! И да, для тех, кто думает, что я выдаю фейковые промики, посмотрите, ребята, это победитель прошлого видеоролика, он просто посмотрел, внимательно, видео без перемоток, ввел промики и получил на халяву аркану, поэтому, братик, все в твоих руках, а мы приступаем к видео. И начнем мы с самого популярного варианта, а именно Аликс Кейс Гобобайл. Когда напишет Кейс Гобобайл, то вы первое, что видите, это вот эту вот игру. Что же это такое? Давайте смотреть! Если вы нажимаете кнопочку играть, тут есть целых две карты. Ну, как по мне, немножко маловато, но лучше, чем ничего. Дальше мы переходим в инвентарь. Че же там? А там, ребята, целых три кейсика. Это прям очень даже неплохо. Также у этой игры есть один большой минус. Она зависает. Вы спросите, в смысле зависать? В смысле? Это же Кейс Гобобайл. Прямо, брат, в гора мысль. Посмотрите, я нажимаю куда угодно, и вообще ничего не работает. И чтобы все заработало, надо обратно перезайти. Агастики! Я хотел открыть кейсик, но, ребята, не тут-то было. Чтобы открыть кейсик, я должен посмотреть рекламу. Ну, а в связи с тем, что рекламы нету, кейстика тоже нету. Обалдеть, вы наглые. Ну, ладно, надеюсь, хотя бы игра нас не горчит. Нет, иди сюда, к папочке, Алис Кейс Гобобайл. Мама дорогая, это что? Да, это аналог Кейс Гобобайла! Вы что, ребята, в сосну въехали? Это что такое? Так, давайте потом сделать парочку выстрелов. На! Мать моя женщина! Когда вы говорите, что стено 2 это плохая игра, посмотрите на Алис Кейс Гобобайл. Это самый популярный клон Кейс Гоу на телефоне Поймаркете! Какой же он страшный! Так, ребята, давайте посмотрим на ножичек. Может быть, хотя бы он будет немножко посимпатичней. А где ножичек? А-ха-ха! А его просто нету, он не отображается. Пистолета и ножичка у нас просто-напросто нету. Ну, а прямо сейчас, ребята, покажу действительно очень крутой аналог Кейс Гобобайла. Прямо нереально крутой. Наверное, лучший аналог Кейс Гобобайла. Ну, а теперь, ребятки, смотрите максимально внимательно, потому что, по моему мнению, это самый лучший аналог Кейс Гобобайл, а именно Альфа Эйс. Это новый шутер. Ребята, он пока что в бета-тесте, но посмотрите, какой же он крутой. И да, он от создателей Free Fire, поэтому, ребята, он нереально крутой. То есть, если я скажу, что он просто крутой, это слишком мало. Вы посмотрите на все это, ребята, это великолепно. Тут есть голосовой чат, тут реализована вся механика, тут есть абсолютно все. Лично, по моему мнению, что у него гораздо больше перспектив, даже чем у стендоффа, потому что на стендофф забили болт. А вот этот вот шедевр сделали за один год. За один год, ребята, вы посмотрите на эту графику, вы посмотрите на всю эту реализацию, посмотрите на все эти плюшки, надписи, скины. Помимо всего этого, тут еще куча кейсиков, тут куча ножей, куча прикольных разных анимаций. Это все уникальное, это все авторское. И самое-самое главное, ребята, это все будет доступно уже очень скоро каждому из вас. И мне, и вам, и всем. Тут очень много разных режимов. То есть, я скажу так, есть плюсы и минусы. Плюс то, что тут все максимально качественно, максимально хорошо, максимально круто, максимально интересно. Тут никогда скучно не будет. Теперь рассказываю о минусах. Знаете, какой самый-самый главный минус? То, что все тут слишком запутано, слишком много, слишком наляписто. Вот эти все надписи, которые появляются посередине экрана, ну это же просто капец какой-то. Уважаемые разработчики Альфа Эйс, я понимаю, что вы меня не понимаете. Ну, потому что вы, если не ошибаюсь, скорее, да? Ну, мало ли, вдруг вы как-либо меня услышите, то у вас очень крутая игра. Вы, вы прям нереально красавчики. Но, пожалуйста, уберите все эти надписи! Ё-моё, это что за надписи посередине экрана? Это что за дичь? Ну, а прямо сейчас, ребята, внимательно смотрим, как же открываются кейсики в Альфа Эйсе. Блин, да это же CSGO! Да это же реально CSGO! Или это Free Fire? Я даже не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что это нечто среднее между CSGO и нечто среднее между Free Fire. Ну, мне это нравится, и когда оно официально выйдет Play Market и выйдет с бета-теста, то я 100% буду играть. А что думаете вы? Напишите прямо сейчас в комментариях. Братик, что такое? Нема голдишки! А ты знал, что Булдропчик раздает бесплатные ножи? А ты знал, что у Булдропа новый вент? Не знал? А ты знал, что Булдроп прямо тебе дарит в комментариях бесплатный промик на халяву голдишку? Не знал, братик? Так теперь будешь знать. Поэтому, братик, переходи и забирай свой приз. Все нужные ссылочки есть в комментариях. Ну, а прямо сейчас, ребятам, покажу прямого конкурента стенд-оффа. Это Critical Ops. Вы посмотрите на эту графику, посмотрите на эти карты. Вы посмотрите на эти оружечки. Да это же, блин, вылеты из стенд-офф. Но, ребята, знаете, что плохое в этой игре? Самое плохое в Critical Ops это то, что тебе даже не надо играть. Ты просто наводишь прицел, и оно само стреляет. Вы скажете, Кент, что за дичь? Да, это реально, это Critical Ops. Да, я знаю, это все можно отключить на строках. Но, тем не менее, ребята, как же это все неудобно. Так, у меня есть к вам одно очень интересное предложение. Давайте мы попробуем, ребят, поменять оружие на нож. И давайте посмотрим на анимацию ударок. Смотрите, ребята, это же один в один анимация осмотра из стенд-оффа. Что же это означает? Это означает то, что разработчики из стенд-оффа и Critical Ops ленивые попочки. Потому что они ничего не сделали сами. Они просто взяли и скачали готовую анимацию и готовую модельку этого ножичка. Братык, саламу алейкум! А вот прямо, вот так вот выглядит магазин. Я скажу честно только одно. Слишком запутанно, слишком много всего. Слишком много разных наборов. Слишком много разных кейсиков. О, мне подарили какой-то бесплатный премиум ящик. Иди сюда. Мама дорогая, чтобы получить бесплатный ящик, надо карту свою привязать. Не, ребят, такие подарочки нам не нужны. Ну чё, ребят, погнали играть. И я не понимаю только одного. А чё я так хорошо играю? Вы посмотрите. Чтоб понимали, даже не стреляет. Тут автонаводка. То есть я могу играть одной рукой. Просто чекайте. Играя одной рукой, смотрите. Блин, ещё самое интересное, что я, походу, играю лучше всех. Да, играет 5 кт. Ребят, такой вопросик. Это точно не боты, потому что я просто ничего не понимаю. Я их с пистолета выношу. Пацаны, вы чё? Габеловы нубы! Ну что же, ребята, а прямо сейчас мы идём дальше. Ну а прямо сейчас я вам покажу один из лучших аналогов CSGO Mobile. Это, ребята, Counter-Attack. Или что-то, или как называется? Counter-Attack. Что же это такое, ребята? Во-первых, тут есть реальные игроки. То есть это меня радует. То есть я играю не против ботов. Это очень круто. Дальше, ребята, тут есть вот такая вот анимация оружия. Тут есть куча разных кнопочек. То есть кнопочка прыжка. Присто. Тут очень много разных режимов. И если честно, мне очень нравится этот аналог. Я вам скажу, что даже больше я буду у него реально играть. Так, давайте сейчас кмут поставим маслину. Сладенький ты мой. Ты где, братик? Ты где? На, маслину! Но из минусов тут опять же есть автострельба. Я такое мнение, что автострельбы вообще не должно быть в игре. Зачем вообще играть в игре, если ты даже сам не можешь стрелять? Вот я сейчас не стрелял. Это вообще какая-то дичь. Давайте мы прямо сейчас посмотрим, как же тут выглядит главное меню. Ну а главное меню выглядит тут как-то так. Что мне нравится? Мне нравится то, что оно прикольное, красивое, современное. Что мне не нравится? Опять же, ребята, очень много разной дичи. Это чём всё такое? Какие-то кейсы, какие-то акции, какие-то распродажи. И какие-то тиктоки. Давайте лучше посмотрим на наш инвентарь. Блин, ребят. Ребят, я не ищи. Но сам инвентарь выглядит очень красиво. Ну а прямо сейчас мы находимся в магазине. И тут опять куча какой-то дичи. Вау, ребята, тут могут даже выпасть стычки. Что? Ну, как видите, я везунчик. Блин, выпалок, это полная дичь. Ну что же, мои уважаемые подписчики. В принципе, на этом всё. Если вам понравился подобный видеоролик, прямо на секунду проживайте лайкосик. Подпишитесь на мой канал и напишите, какая версия Казико Мобайл вам понравилась больше всего. Ну а с вами был ваш Скин. Пока, всем удачки и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok